Звонит мне и говорит, я с вами разговаривала? Возмущенных жителей Красной Горки слышно издалека. Они не сдерживают эмоций. Лидия в этом доме по адресу школьная, дом 5, живет с матерью-инвалидом. Еще здесь проживают три многодетных семьи. Все возмущаются, говорят, топиться нечем. Котельную отключили, обогревателей в доме нет. В квартирах холодно и сыро. Вещи, обувь приходится сушить на заборе. Через неделю начнутся заморозки. Люди остались без тепла. В доме проживают 15 детей до 12-летнего возраста. Трое пенсионеров. Одна пенсионера лежачая, больная, можно сказать, во время войны выжила. А в настоящее время человек замерзнет зимой в своей квартире. Раньше поселок отапливала котельная. В июле, по словам местных жителей, тепловые сети отключили, а рабочих уволили. В поселке начались работы по газификации. Однако к дому номер 5 по улице Школьная газопровод рабочие не ведут. Жильцы говорят, что оплатить работу готовы. Но строительная компания игнорирует жалобы. Сельчане наперебой спешат высказаться на камеру. Я начала, она писала в ЮЗУ. Раньше в ЮЗУ писала, говорили, у вас не оформлена земля и не стоит дом на балансе. Говорили. Проектировщиков никого не было. К нам даже никто в дом не заходил, ничего не считали. Наталья живет в частном секторе. К ее дому газ подвели. Между тем выяснилось, что земля не в собственности. Подключение опять отложилось. По словам Натальи, она потратила на газификацию почти 200 тысяч рублей. Переживает, что теперь и на дрова придется раскошеливаться. Ездили мы вчера туда, в ЮЗУ. ЮЗА говорит, у нас квартира приватизирована. А газ еще в обработке документы, землю приватизировать. На собственность. Она говорит, привезите межевание, плана. Но межевание, это плана дается в конце. Я вот звонила, она в конце идет. Но еще у них такого документа нет. Где вот кому мы отдали через фирму делать. Ну не знаем, газ вам не подключим. Решить проблему пообещал заместитель главы Омского района. Компания там, сетями владеет оконгопа компании ЮЗА. На сегодняшний день оформлен уже протокол собрания, что люди готовы газифицировать этот дом. Протокол этот в ЮЗУ они сегодня сдали. Это в полунице школьной 5 получили на руки договора на газоснабжение. 95 тысяч рублей с каждой квартиры. До 1 ноября компания обязуется выполнить все, соответственно, работы по газификации данного дома. Если газ к 1 ноября не подключат, жителям дома установят электрические отопительные приборы. Любовь Федорова, Андрей Кузьмин, Антенна-7. Любовь Федорова, Андрей Кузьмин.